Здравствуйте, товарищи! У нас с вами впереди не так много уже занятий. Сегодня у нас занятия, затем 25 и 16 мая. На этом мы курс завершаем. А сегодня занятие будет посвящено, ближайшие лекции, политическому спектру общества. Политический спектр общества. В прошлый раз мы с вами разбирали, что такое политика. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Ну и в политике сталкиваются прежде всего два противоположных класса. Для одного класса, который является господствующим. У него задача завоевания власти решена. Его дело – удержать власть и использовать ее для осуществления своих интересов. Хотя мы с вами знаем такие случаи, когда пришедшие к власти классы не удерживают государственную власть. Например, вы знаете, что французская, когда буржуазная революция свершилась, потом наступила кодальная реставрация. И власть французской буржуазии на известное время удержала. То же самое можно сказать применительно к Советскому Союзу. Значит, здесь рабочий класс совершил социалистическую революцию, стал господствующим классом. Потом возобладали настроение такого рода, что никакой классовой революции нету, борьба классов прекратилась. Социализм победил полностью окончательно. Сама же партия объявила, что она уже не партия класса, она просто общенародная. То есть, короче говоря, произошла полная демобилизация тех сил, которые должны были обеспечивать господство того класса, который победил в 1917 году. В итоге предошел обратный процесс, который называется контрреволюция и реставрация. И этот процесс занял порядка 30 лет. Потому что решение о том, что партия перестает быть классовой, а государство тоже перестает быть классовой, что диктатура пролетариата не нужна. А было принято в 1961 году на 22 съезде КПСС. Вот, можно сказать, с этого момента началось движение вспять, началась контрреволюция, и переходный период от социализма к капитализму, который завершился в 1991 году. И с 1991 года у нас с вами наличное бытие капитализма в России. Но, а какие классы у нас есть в современном российском обществе? Это, во-первых, господствующий класс буржуазии. Значит, буржуазия у нас разного рода есть. Во-первых, у нас есть государственные предприятия. Раз государство буржуазное, значит, вот государственные предприятия представляют собой частную собственность класса капиталистов в целом. Раз государство буржуазное, значит, вот класс капиталистов держит в своих руках значительную часть средств производства. Если оценивать эту часть по объему внутреннего валового продукта, то сейчас в России на государственных предприятиях производится 70% внутреннего валового продукта. Но это очень большая цифра, причем на фоне постоянных разговоров о поддержке малого бизнеса, поговорили, говорили, 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 и потом посчитали, и получилось, что этот малый бизнес, не только малый, а частно-хозяйственный капитализм, он составляет все вместе не более 30% по выпуску ВВП. Следовательно, у нас, можно сказать, крупный государственный сектор, а государство – это машина, инструмент или организация господствующего класса, поэтому этот сектор экономический – это общая частная собственность класса капиталистов. Но организована она не как общая, а практически хаотично организована, можно сказать. Государственный сектор состоит из отдельных предприятий, которые никаким планом не объединены, никаких заданий государственных, которые были бы выработаны, исходя из потребностей того же самого правящего класса, не получают. Поэтому в чем задача этих предприятий? Ну, они что-то делают, но организованы так, что чем больше они заплатят зарплату своим руководителям, тем меньше им придется отдавать государству. То, раз предприятие государственное, значит, оно должно отдать прибыль кому? Государству. А как прибыль считается? Берется общая выручка, вычитается, затраты. Но зарплата куда входит? Зарплата, в том числе руководителей этих всех организаций, куда входит? Она входит в затраты. Поэтому, если сделать зарплату, допустим, по 24 миллиона в месяц, как установлена зарплата членам правления, например, Роснефти? 24 миллиона в месяц. И получается уже не такая большая сумма прибыли. Скажем, другое крупное государственное предприятие, Роспром, члены правления получают по 15 миллионов в месяц. В месяц. Ну и, соответственно, это издержки, как бы, они вычитаются, и вот прибыль предприятие отдает государству. То есть, на самом деле, эти государственные предприятия пока функционируют как отдельные и частные. Никакого плана, который бы вам предуказывал, где они берут материалы и куда они отправляют. Нет, есть отдельные программы. Раз они отдельные программы, то они хороший источник изъятия государственных средств или бюджетных средств в свою пользу. 30% – это что такое? Это обычные частные капиталистические предприятия плюс так называемый мелкий бизнес. А что такое мелкий бизнес? Это мелкий бизнес, который не находится на уровне современного технического и экономического развития. Вот, дескать, если это производство животноводческое, значит, купите три козы. Одна коза у вас будет для того, чтобы возместить издержки, другая будет вложение на будущее, а третья появится. А потом раз – и все они приказали долго жить. Потому что ни зоотехников, ни агрономов нету, ни соответствующей службы нету. Поэтому этот так называемый мелкий бизнес себя наиболее ярко проявил в событиях в Кемерово. Вот этот развлекательный центр, торгово-развлекательный центр, который сгорел, и хозяин которого находится в Австралии, и он не занимается ничем, кроме того, что получает деньги от тех арендаторов, которые сидят в этом самом центре. Но поскольку он считается мелким бизнесом, то благодаря лоббированию со стороны нашего председателя Советов Министров или председателя правительства сделаны каникулы, налоговые каникулы для мелкого бизнеса. То есть их никто не проверяет, они не платят налоги. Теперь их в это время не проверяют, и пожарные службы, и пожарная безопасность тоже не проверяла, поэтому они могут делать все, что угодно. А что они делают? Они вот привели людей к гибели. Ну, я вот свидетель того, как показывали по телевизору, как в одном из магазинов крупных, который тоже принадлежит так называемому мелкому бизнесу, промывает в хлорке кур зеленых, они становятся беленькими, заворачивают их в полиэтилен, и старушкам продают потом по невысокой цене. То есть бизнес мелкий не проверяется, и он мелкий не только потому, что он малого масштаба, потому что он не может вести хозяйство на современном уровне, нет у него соответствующего уровня стандартов, он не выдерживает никакие нормы. Тем более государственные стандарты все ослабли, а что касается так называемых технических условий, это вот вы сделали продукт, вот какой получился, такие и пишите технические условия. То есть никаких ограничений нет по ухудшению качества. Поэтому вот если вы будете смотреть на самая разноцветная и самая такая броская сгущенка, это сгущенка, в которой очень почти нет молока. Вот там молокосодержащий продукт и так далее. Если написано не молоко сгущенное, это точно уже не сгущенка. Если написано сгущенка, это совсем не сгущенка, там вообще нет молока и так далее. Ну и если мы возьмем, так сказать, мясные продукты и другие, мы тоже можем видеть, что здесь идет борьба за то, чтобы качество ухудшить, тем самым удешевить, уменьшить затраты, но продукт не удешевить, потому что цены не падают, они только растут. Ну и, соответственно, получить дополнительную прибыль. При этом прибыли у нас, у нашего правящего класса высокие, они постоянно растут. За годы кризиса, за 4 года они выросли на 38%, тогда как за 3 года последних у трудящихся зарплата сократилась и стала 90,5% от 2013 года. То есть идет сокращение, уменьшение. Так выглядит современный класс, правящий класс. Есть у нас еще другой класс, мелкобружазия. Это кто за люди? Это тоже бизнес мелкий, только который не имеет наемных работников. А если имеет, то все равно основной доход хозяева средств производства получают не от эксплуатации этих работников, а от своего собственного труда. Но они что-то делают и продают на рынке. Вот это всякого рода торговцы, перекупщики. Это мелкие собственники, которые что-то делают и что-то изготавливают в небольших объемах. Это класс мелкой буржуазии. Он может быть и в городе, может быть и на селе. И этот класс мелкобружазии тоже довольно-таки немаленький. И он имеет свои экономические интересы, и он имеет своих, соответственно, политических представителей. Ну и, наконец, рабочий класс. Рабочих в современной России порядка 27 миллионов. Каждый класс в политике, в области политики, в борьбе за завоевание и удержание государственной власти, для того, чтобы вести борьбу успешно, создает свою политическую партию. Или пытается создать свою политическую партию. Что такое политическая партия? Вот если я вас спрашиваю, что такое политическая партия? Как вы ответите на этот вопрос? Или вы ответите, что мы не знаем? что такое политическая партия по определению каково определение политической партии вот если каждый класс поскольку он ведет классовую борьбу за свои экономические интересы соответственно выделяет такой авангард свой авангард авангард это что такое это вообще можно сказать немецкое название аван это передовой гад охрана передовой отряд передовой отряд класса вот этот самый авангард класса его задача состоит в том чтобы выяснить изучить экономические интересы класса внести сознание этих интересов класс и организовать борьбу класса за эти интересы вот три задачи которые решает авангард и вот авангард класса которые решают указаны задачи называется политической партией то есть партия это авангард класса сколько у нас если провести классификацию партии теперь то на ? Сколько может быть типу партии Могут быть партии буржуазии, могут быть партии мелкобуржуазии и, может быть, партии рабочего класса. Вот у нас на сегодняшний день зарегистрировано только зарегистрированных, а партия не обязательно регистрируется. Например, большевистская партия не регистрировалась. Вот именно она и как раз организовала вооружённые восстания, провела революцию победоносную и стала правящей, и класс стал правящим. У нас к выборам были допущены 74 политические партии зарегистрированные. 74. Спрашивается, сколько тогда у нас типов партии? А типов партии сколько классов, сколько и партии. Поэтому авангард может состоять из многих таких организаций, которые претендуют на звание партии. А если их очень много, то они уже не авангард, а некая толпа, которую функции авангарда выполнить не могут. Это прежде всего относится к мелкобуржуазным партиям. Потому что если вы возьмёте партии буржуазии, их не так много. Их можно все перечислить. Это, во-первых, Единая Россия вполне претендует на авангард класса буржуазии и занимает сейчас в Думе более половины мест. То есть любой закон может быть принят голосами только депутатов от партии Единая Россия. Справедливая Россия тоже партия буржуазии. И если вы будете смотреть за тем, как она голосует, в Думе по каким вопросам, то вы обнаружите, что она по всем вопросам голосует в полном согласии с Единой Россией. Есть ещё ЛДПР. ЛДПР – Либеральная Демократическая Партия. Лидером её является Жириновский Владимир Вольфович. Вот Владимир Вольфович иногда устраивает разные концерты, цирковые номера. А в целом, когда доходит до голосования по каких-то серьёзным вопросам в Государственной Думе, либеральная демократическая партия, или депутаты от ЛДПР, которые находятся в Думе, строго голосуют в соответствии с тем, как голосует Единая Россия. Поэтому, если мы будем, так сказать, хотим быть точными в определении политического выразителя и авангарда класса буржуазии российского, современного, то можно сказать, что это трёхглавый змей. Если у нас двуглавый орел Герпа, а тут трёхглавый змей, который выражает интересы буржуазного класса и является авангардом этого класса. Берём противоположный полюс. Это партия рабочего класса. Сказать про какую-то партию, что она является партией рабочего класса в полной мере, мы не можем, потому что рабочий класс современный, после того разгрома, который, или творческого поражения, которое у него было, он, можно сказать, ещё не вполне оправился и своей политической партии в полной мере не создал. Существует партия рабочего класса в становлении. Это, прежде всего, рабочая партия России. На этот же такое звание претендует российско-коммунистическая рабочая партия. Она была зарегистрирована, на сегодняшний день тоже не зарегистрирована, как и рабочая партия России. Есть довольно большая партия, коммунистическая партия Российской Федерации, но она состоит, она и по своей программе продолжает ту линию, которую вела КПСС. И эта линия и привела как раз к буржуазному строю, потому что в основе вот этой линии и программы КПСС, принятой на 22-м съезде, стояло понятие общенародного государства, всякого рода внеклассовый и наклассовый, надклассовый подход. Ну и это привело к поражению. Поэтому по существу КПРФ это вот, можно сказать, умирающая часть КПСС, которая не только не может быть авангардом рабочего класса, наоборот, она по существу становится все более и более буржуазной. Значит, если бы мы с вами вели речь об этом в прошлом году, я бы сказал, что она партия мелкобуржуазная. То есть она выражает интересы и трудящихся, и буржуазии мелкой. Мелкобуржуазия – это и есть трудящийся, мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть и интересы рабочего класса, и интересы мелкобуржуазии. Но мелкобуржуазия становится обычной буржуазией, поэтому она начинает выражать интересы просто буржуазии. Ну а вот на президентских выборах она выступила по существу уже как партия вполне буржуазная, потому что она выставила кандидата, который только не так давно был членом Единой России, который не является членом КПРФ, я имею в виду Павла Грудинина, который является миллионером, у которого много-много счетов за границей, и 5 килограммов золота там лежит, и который по существу является эксплуататором, хотя вся эта его эксплуатация красиво, обманным образом обставлена в его ЗАО. А ЗАО – это закрытое акционерное общество. Что значит закрытое? То есть вы не можете никакие акции купить. Эти акции находятся только у конкретного списка представителей. Вот в этом ЗАО, который называется ЗАО «Собхоз имени Ленина». Я думаю, что такие названия вас не должны смущать, которые могут быть применены при любой регистрации, любой организации, потому что есть форма юридическая, прописанная в Гражданском кодексе. Организационно-юридическая форма предприятия. Это может быть ООО «Общество с ограниченной ответственностью». Ограниченная ответственность означает, чтобы вы себе представляли, что это ответственность в пределах уставного капитала. Допустим, вот 10 тысяч – уставной капитал. Никто этих денег не вносит. Это в такую величину оценивают, допустим, компьютер, принтер, сканер и сервис, и какой-нибудь шкаф. Пишут, что на такую сумму они образовали уставной фонд. И после этого можно покупать на десятки миллионов и сотни миллиардов и, соответственно, продавать. А ответственность в пределах уставного капитала. То есть он может протратить миллиарды, а отвечать будет в объеме 10 тысяч рублей. Но если это на английском языке выражать, то это называется LTD – limited. Как «Общество с ограниченной ответственностью». Вот если вы видите какие-то иностранные компании, и написано в конце LTD – это и означает «Общество с ограниченной ответственностью». Есть открытое акционерное общество. Потом это слово «открытое» почему-то и не понравилось нынешним непоседам, а непоседы – это те люди, которые все время что-нибудь пересаживаются, что-то меняют, что-то безсодержательное переделывают, перестраивают или перереформируют. Вот поэтому вместо открытых акционерных обществ стали теперь просто акционерное общество или ПАО – публичное акционерное общество. И вот эти самые ПАО и АО – это такие акционерные общества, которые торгуют, держат свои акции на рынке, их можно купить. То есть они продают акции, и тот, кто покупает акции этой компании, тем самым становится ее со-собственником, участником капитала. Вот в той компании, которую возглавляет Грудинин, у него 44% акций закрытого акционерного общества. Значит, если еще есть два человека, у которых по 5%, то есть 10% еще, это будет 54%. Вот эти три человека тогда могут в этом закрытом акционерном обществе решать вообще все проблемы. И как тратить прибыли, ее не распределять. Например, все акционеры – это люди, которые вложили свои средства, чтобы получать процент на акции. Процент на акции, как называется? Не понимаете? Доход на акции. Дивиденды. Ну вот как неоднократно Грудинин говорил, что мы дивиденды вообще не платим. Это здорово или не здорово? Ну для тех акционеров, которые входят в это акционерное общество, не здорово, потому что они никаких не получают дивидендов, то есть свои деньги они туда вложили, или какие-то свои земельные бои вложили, а денег никаких не получают вообще. А кто получает деньги? А деньги получает Грудинин и вот те люди, которые оформлены как руководители этого ЗАО. При этом никакую прибыль вообще не показывают, вся прибыль идет в зарплату. Дескать, у нас зарплата и все. То есть что-то мы там делаем на общие нужды, что-то мы делаем для украшения территории своего совхоза и еще на какие-то мероприятия, а все остальное уходит в зарплату Грудинину и тех, кто обеспечивает контрольный пакет в этой акции. Ну скажем, заработная плата Грудинина полтора миллиона в месяц. А как вы понимаете, заработная плата Шахтера 40 тысяч. Ну как вы думаете, какой труд более тяжелый? Какой должен оцениваться более высоко? Значит, среди этих полутора миллионов зарплата будем считать 40, а остальное – это прибыль, спрятанная под видом зарплаты. Ну вот человек, который обманывает своих сограждан, обманывает участников этого ЗАО, рассказывает сказки о том, что это зарплата, а не прибыль, держит свои средства за границей и тем самым кормит иностранные банки и, соответственно, иностранный капитал. И он при этом является кандидатом от Коммунистической партии Российской Федерации. Это говорит о том, что Коммунистическая партия Российской Федерации деградировала и превратилась уже в разную партию. И, как вы знаете, ее присутствие в Думе не мешает проводить буржуазную политику. И, собственно говоря, мы особенно не видим никаких больших выступлений, протестов, попыток организовать трудящихся для борьбы против неправильных законов или для изменения этих законов, или для изменения политики. Это очень удобная для правящего класса по существу буржуазная партия, но с красивым и для многих знакомым и приятным названием Коммунистическая партия Российской Федерации. Вот Ленин в свое время писал, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, если они не научатся за всякими программами, названиями, заявлениями различать интересы известных классов, если они не научатся ставить вопрос, кому выгодно. Кому выгодно то или иное действие. Поэтому красивыми названиями никого в политике удивить нельзя. Это обычный прием, поэтому из названий вообще ничего нельзя выяснить. Даже если вы возьмете всем известную фашистскую партию в Германии, как она называлась? Национал-социалистическая. Рабочая партия Германии. И социалистическая, и рабочая. Что еще надо? Хотя она была партией крупной империалистической немецкой буржуазии. Или вот было две партии в России. Одна называлась очень красиво социалисты-революционеры. СССР. Социалисты-революционеры. Ну, это вот, стали уже говорить СССР, а вообще-то полное название социалисты-революционеры. И в то же время российская социал-демократическая рабочая партия. Тут, так сказать, вроде как она и не революционная, и не социалистическая. А как просто социал-демократическая. Ну, вот эта партия является партией рабочего класса, а СССР, они сошли на нет. Они явились партией мелкой буржуазии. Поэтому, раз уж мы попали с вами в область политики и изучаем область политики, или должны разбираться в этой политике как музеологи, то мы должны помнить это правило, что в политике тот, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый дурак. Второе правило, которое есть, и второе правило, которое Ленин сформулировал, оно звучит так. А тот, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый идиот. То есть, никаких других вариантов нет. То есть, если зашла речь о политике, то надо выяснять, кому выгодно то или иное мероприятие, а вовсе никакое название есть у этого самого органа, или у этого мероприятия, или у этого дела, и так далее. вот как это дело выглядит, если на это смотреть с точки зрения экономических интересов. Иногда, так, вот мы, соответственно, посмотрели с вами, по существу, у нас, на месте есть, в Думе сидят четыре буржуазные партии, еще есть одна партия, это яблоко. Яблоко тоже красивое название. Вы любите яблоки? Или вам больше нравится груша? Вот, что означает яблоко? По названиям ее основателей. Явлинский, Болдырев, Лукин. Ну, вообще-то, так обычно ставят по алфавиту, надо было поставить Болдырев, потом Лукин, и потом Явлинский. Ну, для благослучности и благообразности называется яблоко. Вдобавок, яблоко – это символ Нью-Йорка. И не случайно партия яблока, если вы будете изучать ее программу политическую, ее действия, она вполне соответствует интересам американской буржуазии. Поэтому мы имеем зарегистрированную партию буржуазии, но не нашей, которая состоит между тем из граждан нашей страны. У нас есть граждане нашей страны, которые действуют не в интересах российского даже капитала, а в интересах американского капитала. Но у нас свободное демократическое общество, никому не запрещено и действовать в интересах американского капитала. И вы знаете, что эти силы, которые действуют в интересах американского капитала, достаточно могущественны, но вот пробиться куда-то на высокие политические посты на сегодняшний день партия американского капитала «Яблоко» не может. Поэтому, если вы возьмете и посмотрите итоги президентских выборов, вы увидите, что там больших голосов не собрала партия «Яблоко». А дальше начинается целый лес мелкобуржуазных партий, каких только их нету, их самых разных. И сразу хочу сказать, что это полупустые партии или полуполные, как хотите их называйте. Там нет действительного членства, нет каких-то серьезных программ и нет никакой серьезной работы. Почему? Потому что сам закон о политических партиях, который принят, он позволяет людям, имеющим известную немалую сумму денег, организовывать партии, регистрировать их и тем самым удовлетворять свое, так сказать, политическое эго. Например, как организовать политическую партию? Вот если у вас есть 15 миллионов долларов, то первое, что делают организаторы политической партии, 5 миллионов долларов кладут себе в карман. Вторые 5 миллионов долларов для того, чтобы содержать тех, кто будет ездить по регионам и организовывать эту партию. И что значит организовывать? Организовывать по закону о политических партиях, это значит, у вас должны быть отделения вашей партии. В целом в партии должно быть не менее 500 человек. 500. А раньше было 50 тысяч одно время. То есть такой скачок произошел, облегчил создание этих партий. То есть каждый, имеющий 15 миллионов, может вполне сделать политическую партию. 15 миллионов долларов, я имею в виду. Значит, вот он. Вторые 5 миллионов используются для того, чтобы создать региональные организации, поскольку регистрация партии происходит в два этапа. На первом этапе проводится съезд партии, куда приходит представитель какого-то регистрирующего органа. Поэтому это сообщает о том, что будет там-то проходить съезд. Там должно быть представительство достаточно большое от этих 500 человек. И принята программа партийная. Значит, а устав не требуется, а партийную программу, в кратком выражении, печатают в российской газете мелким шрифтом, чтобы никто не прочитал. Ну, прочитать можно, конечно, если очень стараться. После этого в течение года нужно создать региональное отделение партии не менее, чем в половине регионов. Вот если вы не смогли в течение этого периода года создать региональное отделение, то регистрация партии пропадает. Поэтому вот эта вторая сумма, 5 миллионов долларов, она для финансирования этой деятельности по созданию региональных организаций. Остается еще 5 миллионов долларов, которые надо на мелкие части разбивать и раздавать тем, кто записывается в эту партию. Задача, которую должны решить организаторы этой партии, состоит в том, что вот тот человек, который записывается в партию, ему дают деньги за то, что он записывается в партию. А он, если ему позвонятся из регистрировающего органа и спросят, вы член партии? Он скажет, да. А больше, собственно, ничего с него никто и не спросит. Поэтому люди, которые имеют такие суммы денег, наделали много-много разных политических партий, а в политике они представляют собой нули. Нули, что вы можете видеть по результатам выборов президентских, хотите по результатам выборов, которые были. Ну и, кроме того, есть партии, которая претендует на роль партии рабочего класса. На сегодняшний день мы таких вот партий можем назвать. Вот Сурайкин участвовала, это партия «Коммунисты России». Они выступали с таких позиций, что они за развертывание классов борьбы и за рабочий класс России и так далее. Ну, партия достаточно маленькая и, в общем, пока во многом утопическая, потому что она такие цели ставит, за такой серьезной работой по организации, рабочей того класса, которому она должна служить, не ведет. Поэтому можно сказать, что она представляет свою партию рабочего класса в становлении. Вот. Партия, рабочая партия России, тоже самая партия рабочего класса в становлении. Российская коммунистическая рабочая партия тоже, можно сказать, партия рабочего класса в становлении, но в становлении, как известно, есть противоположные тенденции. Одна тенденция положительная, другая отрицательная. Поэтому можно сказать, что классовый характер партии РКРП ослабляется, а сама РКРП переливается в зарегистрированную партию Ротфронт, которая вообще не представляет собой авангард какого бы то ни было класса, а то есть является мелкобружазной партией. То есть, как говорят ее адепты, она союз классовых сил, то есть союз кого? Рабочего класса, буржуазии и мелкой буржуазии, то есть никакая, поэтому она как такая птица, которая союз птицы, рыбы и черепахи никуда не может взлететь и никаких результатов получить не может. Вот так выглядит политический спектр современной России, и это то, что мы имеем в результате работы, проделанной с 90-х годов. А в 90-е годы было прозвышено, что, дескать, у нас где идеологизация, что нет никакой идеологии, и у нас департизация, нет никаких партий. На самом же деле проводилась перепартизация и переидеологизация. Скажем, КПР РСФСР была запрещена, даже не запрещена, а приостановлена ее деятельность в государственных организациях. А у нас государственных предприятий стало вообще мало, поэтому на самом деле никакого запрета на деятельность коммунистической партии не было. Это и позволило, скажем, спокойно зарегистрировать, учредить, зарегистрировать российскую коммунистическую рабочую партию. А вот КПРФ, это были, так сказать, те граждане, которые ждали решения Конституционного суда по делу о приостановке деятельности КПРФ. И Конституционный суд потом принял решение, что могут создаваться организации этой партии. И вот организации партии провели съезд, и образовалась КПРФ как продолжение, ухудшенное продолжение того, что было. И поэтому об этом я уже говорил, поэтому не возвращаемся. Теперь, что каждая политическая партия имеет устав. Устав имеет устав и программу. Ну, программа – самый важный партийный документ. Программа является выражением экономических интересов того класса, партией которого является данная партия. Какие-то требования юридические к программам отсутствуют. Поэтому вот мне приходилось писать программу, проект программы и программу политической партии рабочей, российской партии труда, РПТ. Ну, вот она вот такая, на одну страничку программа была написана и опубликована в российской газете. Никаких особенных требований к ним не предъявляется. С другой стороны, вот мне приходилось быть автором программы РКРП и программы «Рабочая партия России». Это вот серьезный документ, который мы подготовили совместно с доктором экономических наук. Долговым Виктором Георгиевичем, профессором нашего университета, доктором экономических наук. Золотовым Александром Владимировичем, который профессор Нижегородского университета. Доктор экономических наук тоже. Ну, а я доктор философских наук. Мы готовили такой серьезный документ, который существует с 1991 года. Ну, и вполне подтвердил свою, так сказать, такую серьезность и глубину. Что касается устава. Устав – это порядок деятельности партии, письменный. Письменный выраженный порядок деятельности партии, в котором говорится о том, как она действует, как принимаются решения, какие у нее руководящие органы и так далее. Ну, и вот, должен сказать, что стандартная форма устава таковы, что есть какой-нибудь или генеральный секретарь, или первый секретарь партии. Партия проводит съезды, есть центральный комитет или центральный совет, есть бюро или какой-нибудь президиум. Есть первичные организации или областные организации, региональные организации. И вот они действуют в соответствии с программой партии. Из этой вот общей картины явно выбивалась большевистская партия РСДРП большевиков. Чем? В РСДРП, вот, вы знакомы с этим, был генеральный секретарь? Не было. Ленин был генеральным секретарем? Нет. А первым был? Тоже нет. Обходилась партия без поста генерального и первого. Прекрасно обходилась. То есть были члены центрального комитета, были секретари. Допустим, Фотева была секретарем. Молотов, подлинная фамилия которого, Скрябин. Они готовили документы к заседаниям. Вот эти секретари. А пост генерального секретаря появился только в 1922 году на 11-м съезде партии, где Ленин предложил на пост генерального секретаря Сталина. Причем, в своей речи, говорю, что у нас все очень загружены, перегружены. Вот товарищ Сталина у нас является наркомнацем, то есть комиссаром, народным комиссаром по делам национальности. Раз. И он возглавляет Рабкрин, рабочую крестьянскую инспекцию. А это третья нагрузка на него мы накладываем. Но мы уверены, что он, так сказать, эту нагрузку вынесет, выдержит. И вот он его рекомендовал на этот пост. Значит, до 1922 года не только в дореволюционный период не было ни первого, ни генерального секретаря, но и в послереволюционный период тоже не было. И вот можно сказать, что такого рода устройство и такой же устав сохраняет или имеет на сегодняшний день только Рабочая партия России. В Рабочей партии России, которая действует на правах общественного объединения, нет ни генерального, ни первого секретаря. Теперь как в РКРП, в Российской коммунистической рабочей партии, так и в Рабочей партии России, голосование, когда проходит голосование, то предусматривается, что в каждом органе должно быть большинство рабочих. И на съезде, и в Центральном комитете, и в бюро. Но только в одной партии, в Рабочей партии России предусмотрено, что если на данном заседании не присутствует большинство рабочих, хотя они в составе органов в большинстве, тем не менее при голосовании должно быть обеспечено большинство рабочих. То есть, если рабочих присутствует два, то из нерабочих может голосовать только один. А если рабочих присутствует три, значит, из нерабочих могут голосовать только два. И так далее. То есть, остальные не голосуют. И это единственная партия, находящаяся в становлении, в которой рабочие могут чувствовать себя как в своей партии, и действовать в этом плане. Ну, вот так на сегодняшний день выглядит такой политический спектр. Но он выглядит еще и не только по составу своих авангардов, но еще и по их оснащенности. Значит, каждая политическая партия, как авангард класса, что должна делать? Осознавать интересы своего класса. Это первая задача. Вторая задача – вносить сознание этих интересов в класс. И третья задача – организовывать борьбу класса за его интересы. Что это предполагает? Это предполагает наличие соответствующих теоретиков. То есть, людей, которые изучают интересы класса и их теоретически выражают. Это раз. Ну и, соответственно, борьбу этих теоретиков между собой, как представители разных классов на политической арене, но в области науки, они полемизируют между собой, и каждый выражает интересы своего класса. Поскольку мы живем в эпоху империализма, то есть умирающего капитализма, то, естественно, теоретики буржуазные, как правило, отстаивают умирающие, или, так сказать, реакционные теории или концепции. Самые разные. В том числе не только какие-то теоретические концепции, но уже впадают в реакционность и в религии. Например, та же самая КПРФ свою борьбу якобы за интересы рабочего класса успешно совмещает с проповедью религии, христианства, организовывает встречи, так сказать, Пасхи и других церковных праздников. Хотя... Хотя... Еще Ленин разъяснял, что если речь идет о партии рабочего класса, она может в себя включать верующих, но если они выполняют программу и устав партии, и, собственно, в борьбе освобождаются от своего религиозного дурмана. А КПРФ не только не освобождается, а, можно сказать, занимается тем, что вносит этот дурман в сознание трудящихся. Второе, что есть у политических партий, в них есть соответствующие средства массовой информации. Какие на сегодняшний день? Это, во-первых, телевидение, которым обладают правящие партии по существу, как государственные. Они правящие в государстве, поэтому они государственные средства используют для идей, записанных в программах партии. Так, поскольку у нас правит в буржуазии, а правящими является Единая и Справедливая и ЛДПР, то есть Единая Россия и ЛДПР, то вот, можно сказать, что государственное телевидение обеспечивает пропаганду программных положений этих партий и господство в сфере идеологии. Вот. Кроме того, это газеты. Значит, у каждой партии политически не беются газеты. Например, газета «Правда» у КПРФ, газета «Советская Россия» тоже у КПРФ. Ну, а что касается таких газет, как «Коммерсант», «РБК» или «Правительственная Российская газета», они могут быть оформлены как государственные, но поскольку класс стоит в власти, он, тем не менее, проводит интересы того класса, который выражает партия. Дальше надо сказать, что значительную роль в сегодняшней пропаганде играют те ресурсы, которые находятся в сети интернет. Это сайты, каналы, в которых по существу проводятся интересы и идеи, выражающие эти интересы различных политических партий. Вот так выглядит сегодня политический спектр, если взять современное российское общество. «Идея деполитизации, которая отстаивалась в 90-е годы, она уже выброшена на свалку, у нас уже наоборот всеобщая политизация. Даже уже некоторые товарищи из буржуазных партий грустят по поводу того, что в Конституции не указано, какая идеология у нас правящая. То есть, у нас государство буржуазное, а в Конституции не записано, что правящей является, господствующей является буржуазной идеологией. Поэтому мы должны понимать, что без всякой записи тот, кто имеет в руках средства производства и основные богатства, тот обеспечивает себе и господство в сфере идеологии, поскольку общественное бытие определяет сферу общественного познания. Вот поэтому без всякой записи в Конституции можно обеспечивать господство буржуазных партий, буржуазной идеологии. Теперь такая идея деполитизации, которая тоже была широко распространена в 90-е годы, тоже потеряла свою актуальность. У нас, можно сказать, наоборот, происходит всеобщая политизация или переполитизация. То есть, ориентир был на один класс, а теперь становится ориентир на другой. по-прежнему существует немало людей, которые стоят на позициях аполитичности. Дескать, я политикой не занимаюсь, я к политике не отношусь, политика не мое дело, я к политике не касаюсь и так далее. Поскольку мы с вами выяснили, что такое политика, а политика это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, то совершенно понятно, что таких людей, которые находятся вне политики, не бывает. То есть, они все находятся под воздействием политики. Только может быть политика сознательная, когда человек в этом потоке различных, в смешении различных политических потоков, он занимает какую-то позицию, либо он представляет собой такую щепку, которую политические волны бросают и обычно выкидывают куда-то на обочину истории. И человек, который думает, что он не занимается политикой, он не должен забывать, что политика им занимается все равно. То есть, никто не может оказаться вне политики, точно так же, как если есть сильные магниты, то никакие частички железа вне магнитного поля оказаться не могут и располагаются в соответствии с линиями этого магнитного поля, как нам показывали в школе на уроках физики, когда берут железные опилки, рассыпают их на бумагу, а снизу подкладывают магниты, сразу все эти опилки выстраиваются в соответствии с политическими линиями. Это нужно понимать, что ничего такого. Не понял? В соответствии с магнитными этими линиями. Так вот, аналогичные магнитные, но уже политические линии, связанные с осуществлением классовых интересов, имеются в области общества, в области политики. Ну, можно сказать еще о политических деятелях. Кто такие политические деятели? Это деятели, которые и просто что-то делают, каждый что-нибудь да и делает. поэтому таких людей, которые ничего не делают, нет. Но когда мы говорим деятелям, мы говорим о таких заметных вещах или заметных событиях, в которых участвуют те или иные лица, когда они продвигают интересы своего класса. Если они осуществляют такую деятельность, которая способствует продвижению интересов своего класса, тогда они политические деятели. Можно сказать, что они участвуют в политической борьбе, ведут политическую борьбу. Следует еще сказать отдельно о так называемых протестных акциях. Вот протестные акции, они такая современная форма политичности, потому что если я протестую против чего-нибудь, неизвестно куда и за что я выступаю, правда? вот если вы возьмете компас и на нем существует 360 градусов и соответственно бесконечно много направлений, потому что кроме градусов есть минуты, секунды и так далее. Если я вот заявляю, что я вот туда не пойду, куда я пойду? Абсолютно неизвестно. То есть может я пойду на одну секунду правее или на один градус ливее, правда? То есть если совершаются протестные акции, ну это акции могут быть такого рода, у нас ухудшается положение, а я протестую, зарплата понижается, а я протестую, стипендии отбирают, а мы протестуем, закрывают вузы, а мы протестуем. То есть сами по себе вот эти протесты представляют собой такую разновидность аполитичности, хотя кажется, что вот так много-много можно собрать людей и проводить большие акции протеста. Вот те люди, которые приходят на эти большие акции протеста, они никакой единой линии созидательной не ведут, а они собрали всех в отрицание. То есть если много отрицаний собрать, ни единого утверждения никакого не получится. Вот, скажем, деятельность Навального в этом смысле хороший пример. Навальный вроде нет никакого у него политической партии, то есть никакой программы нет, никаких задач не ставится, но вот он протестует против коррупции. Он протестует против коррупции, а реально кто борется с коррупцией на сегодняшний день? Следственный комитет. Кто ловит этих коррупционеров, вы зажаете их. И кто проводит следствие и ведет и ведет их в суд? А в чем деятельность состоит Навального, если анализировать вот деятельность этого фонда борьбы с коррупцией, с таких классовых позиций, с политических, как мы сейчас это и делаем? Она состоит в том, чтобы обеспечивать дешевое государство. Вот, скажем, миллиардерам, которых у нас много, и, как вы заметили, Навальный против миллиардеров не выступает. И против капиталиста. Против капиталистов, которые эксплуатируют трудящихся, не выступает. И он выступает за то, чтобы чиновники не брали больше, кроме того, что им дают в виде заработной платы. Это что значит? Это значит, что он действует в интересах наших олигархов, то есть тех миллиардеров, которым, конечно, нужно такое чиновничество, которое бы работало, выполняло их интересы, осуществляло, как государственное чиновничество, и не претендовало бы на выработку каких-то политических позиций, тем более не залезало бы в карман. Кому карман? Это чей карман? Государственный бюджет, это чей карман? И это карман правящего класса. Вот правящему классу не надо, чтобы кто бы то ни было из, собственно, чиновничьего аппарата такими делами занимался. Вот так выглядит эта борьба и эти самые процентные действия. Точно так же можно сказать, или аналогично можно выразиться в отношении лозунга сопротивления. Вот, дескать, у нас движение сопротивления. Меня бьют, а я сопротивляюсь. Меня отнимают, а я сопротивляюсь. А что, за что я выступаю? А ни за что я не выступаю, просто я сопротивляюсь. я абсолютно пассивная сила, а поэтому, раз пассивная сила, то эта сила никуда не направлена, она просто противодействует тому, что делают другие политические силы, которые ставят цели и их осуществляют. Значит, во всем, во всей своей деятельности политической партии, кроме того, что они ведут теоретическую борьбу, они ведут пропаганду. Что они пропагандируют? Свои цели, свои задачи, вытекающие из их интересов. Пропаганда. Что такое пропаганда? Пропаганда это распространение идей. А что такое идея, я вот вас спрошу. Кто скажет, что такое идея? Вот я спрошу то, что потолок белый, это идея? То, что он белый, это точно. Но вот это идея, что я сказал, потолок белый. Пол внизу. Это идея. Мы сидим в аудитории учебной. Это идея? Нет, это не идея. Но это мысль? мысль. То есть вот существуют мысли, их очень много, но мыслей много, а идей гораздо меньше. Почему? Потому что идея – это не всякая мысль, а это такая мысль, которая нацелена на осуществление каких-то целей. Мысль, которая направлена на осуществление каких-то целей, и которая отвечает на вопрос не какой или какая или какое, а отвечает на вопрос что делать. Вот у нас очень много людей, которые все время обсуждают, что происходит, цены растут, безработица есть, не знаем, как устроиться, как будет с работой, как будет с учебой, что получится и так далее. Это идеи? Нет. То есть можно бесконечно обсуждать, и самые лучшие в этом отношении распространители таких мыслей это бабушки, которые сидят на скамейках около домов, но уже эти скамейки устранили и бабушек в связи с тем, что по дворам теперь едет автомобиль и там не самое лучшее место, чтобы вдыхать этот самый дым от двигателей и автомобилей. Поэтому все меньше этих бабушек сидит, но они тем не менее вам все расскажут, что у нас плохого, что у нас не получается, что у нас нет, какие есть изъяны и так далее. А задача состоит не в этом, всякой политической партии, а в том, чтобы изменить положение в соответствии с программой и целями этой партии. А цели и идеи партии связаны с экономическими интересами. Пожалуйста. Да. С экономическими интересами того класса, который эта партия представляет. Вот как обстоит дело, поэтому идей на самом деле мало. И надо иногда спрашивать, когда идут всякие разговоры, дискуссии, обсуждения, а и быть. Идеи-то есть у вас какие-то идеи? А идеи оказывается и нету, по большей части. Или очень мало, или очень хилые идеи, очень слабые идеи, или неконструктивные такие идеи, или завиральные, или утопические идеи. Вот мне приходилось оценивать программу Сурайкина, которая была обнародована. Ну, это она такая утопическая. Мы за социализм, мы за коммунизм. Как это называется? Перелететь. Мы за справедливое общество. Ну, как оно? Мы же вот сейчас живем в несправедливом, а вы к нас собираетесь нас переместить в справедливый. Так вот делали социалисты и утописты. Их уважали, Марк Энгельс. Говорили, что они там провозвестники будущего. Но он уже провозвестником тут не может быть, потому что социалисты и утописты Сен-Симон Фурьей давно жили, они первооткрыватели этого дела. А если сейчас начнут опять рассказывать сказки о том, как было бы хорошо, если бы нам было бы хорошо, то это уже не играет. Но надо сказать, что вот то ли это под воздействием критики, то ли сами товарищи до этого задумались в последнем выпубликованной в российской газете своей программе Сурайкин сформулировал, что нужно содействовать, вот если кандидат станет президентом, что он должен содействовать в классовой борьбе, которые ведут рабочие крестьяне за социалистическое общество. То есть уже появились идеи. Ну, то есть мало кто дорастает до каких-нибудь идей. А если вы будете спрашивать, скажем, представителей правящего класса, которые ответственны за ухудшение положения, они, как правило, избегают говорить об идеях, потому что они говорят об оптимизации. Надо оптимизировать. После этой оптимизации, как кажется, половина уже и не работает. А что такое оптимизация? Оптимизация – это слово само по себе неплохое. Оптимизация – это значит такое действие, которое повышает, дает возможность добиться общим. А общим что такое? Это какой-то максимум или какой-то минимум? А какова та функция, которую вы собираетесь максимизировать или минимизировать? Если у вас целевая функция такая, чтобы студентов было мало, это очень легко такую оптимизацию провести, надо позакрывать вузы. И наше дорогое министерство образования и науки закрыло половину вузов за три года. Половину вузов России. Так что если взять за цель целевую функцию, и тем самым решила проблему высвобождения этих денег, которые тратились. Эти деньги теперь можно тратить на другие цели. А мы видим, как быстро растет у нас процент миллионеров и миллиардеров. Я уже вам такие данные приводил. Эти данные не мной выдуманы, эти данные опубликованы в российской газете, и эти данные получены Академией и Государственной службы, Академией Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте РФ. Эти данные гласят о том, что в то время как у рабочих зарплаток по отношению к уровню 13-го года за 3 года сократилось до 92,5% за 1,5%. 1,5% за 1,5% за 1,5% за 1,5% за 1,5% количество долларовых миллионеров выросло на 10%, а количество долларовых миллиардеров на 11%, вот картина. А самые более свежие данные поступили недавно о том, как обстоит дело в 2017 году. А в 2017 году количество людей, которые обладают суммой денег в объеме 500 миллионов долларов, количество таких людей в России выросло на 22%. На 22%. Поэтому пока проводится такая оптимизация, в общем считается сокращение работающих людей и сокращение зарплат, ухудшение их положения, в это время другие показатели растут. Поэтому есть такие действия политики, которые сразу не распознают. И они эти действия или названия таких действий постоянно меняются. Ну вот, например, ходил Горбачев с идеей перестройки. Очень многие не задумывались над темой о том, что это значит. Сейчас нам это стало ясно очень хорошо по итогу, потому что перестройка, если вы внимательно напишите это слово по складам или по слогам, вы увидите перестрой, это что такое, это изменение общественного строя. То есть можно сказать, что Горбачев никого не обманывал, он же затягивает перестройку, и вместо социалистического строя у нас и перестрой капиталистический. Произошла перестройка, правильно? Перестрой. но можно понимать перестройку и в смысле каких-то изменений бесцельных или беспорядочных ради самих изменений, по принципу, как люди кричат, требуют и поют, мы хотим перемен. Вы жили в доме, а если дом взорвать, это будет точно перемена, правда? Хотите перемену? И у нас взрываются дома, потому что там стоит старое газовое оборудование, которое никто толком не обслуживает. Время от времени взрываются эти самые газовые приборы и убивают людей, разрушают задания. Это перемены? Перемены. Вы хотите перемен? Если вы не говорите каких перемен, то непонятно, к чему вы стремитесь. Потому что перемены могут быть разрушительными. А если вы за конкретные перемены, то надо еще выяснить, а есть ли дорога к этим переменам? То есть идея, в отличие от таких лозунгов типа перестройки, она предполагает движение к этому, знание того, как к этому прийти. Если вы не знаете, как к этому прийти, и не показываете путь, движение, то это никакая не идея. Ну вот как только закончилась такая эпоха Горбачева, началась эпоха Ельцина. С другим словом употребления стали говорить, что мы занимаемся реформированием. Что такое реформирование? Реформирование это изменение формы. А форма, как известно, содержательна. Поэтому можно так изменить форму, что и содержание изменится. что такое прокрустого ложа? Это когда человек туда не помещается, то надо от него уже, как говорится, что-то укорачивать его, или ноги, или руки, или голову отрубать, для того, чтобы он в это ложе поместился. Поэтому мы видим, что итоги этого реформирования могут выглядеть таким образом, что исчезают фабрики и заводы, исчезают нужным населению парки или сады, исчезают все или иные спортивные сооружения культурные. Вот вы смотрите, идет наступление на спортивные сооружения, строят дома. Дома строят не ради того, чтобы там жили, а ради того, чтобы люди, которые их строят, я имею в виду, фирмы, которые их строят, получили большие доходы и так далее. И такие вот идеи, как бы, мысли, которые как раз маскируют идеи, они присутствуют. Для кого это характерно? Для реакционного класса. Реакционный класс должен свои цели замаскировать, выдать их красиво. А если он просто будет говорить, мы вот будем ухудшать ваше положение, мы будем увеличивать безработицу, мы будем снижать доходы, ухудшать медицинское обслуживание. А нам говорят вместо этого, у нас реформирование, у нас реформируется медицина. Значит, в ходе реформы здравоохранения, которая прошла в течение трех лет, если мы обратимся на три года назад, произошло сокращение расходов на здравоохранение на 7%. Как вы понимаете, это положительно, сказалось на здравоохранение и отрицательно. Это один элемент. Второе. Вы помните, был большой шум по поводу увольнения 5000 квалифицированных врачей в Москве. Потом этих врачей успокоили, дали им по 500 тысяч каждому, чтобы они не шумели, и они успокоились и не требуют возврата на службу государственную в бесплатных медицинских учреждениях. Как вы думаете, где они сейчас находятся, эти врачи? Они составили корпус платных врачей, и если вы приходите в полиэннику и получаете эту услугу бесплатно, там вы будете за 2, за 3, за 4, за 5 тысяч получать. Без каких-то гарантий, без того, что она лучше, ничем не лучше. в ходе реформы здравоохранения было уволено 20 тысяч врачей. И 25 тысяч коек больничных уменьшилось, под предлогом того, что сейчас есть хорошие лекарства, а хорошие они прежде всего по цене, как вы знаете. Раз. Потом есть высокотехнологичная у нас медицина, чтобы добраться до этой высокотехнологичной медицины, надо попасть, между прочим, на больничную койку, потому что если вы не попали на больничную койку, то вы и не добрались. Существуют так называемые квоты. Вот квота закончилась, и все. И никакого расширения связи этой кноты не может быть. Поэтому вот под предлогом реформирования происходит ухудшение медицинского обслуживания граждан. И так далее. То есть что включает в себя политический подход? Политический подход к решению любых проблем, любых, с которыми вы будете сталкиваться, он предполагает, что вы должны не слушать просто слова, а всегда разбираться, кому это выгодно, к чему это приведет, какие тут есть идеи, что это за идея, она разрушительная или созидательная, как она связана с прогрессом и регрессом, она прогрессивна или реакционна. Если человек в этом не разбирается, то есть если он политически неграмотен, если он политик и профан, он становится щепкой в политической жизни, его бросают политические волны и политические бури закручивают, и он сам не творит историю, а история с ним творит, то, что получится. То, что получится. Ну вот, а что получается у нас, если взять вопрос по-крупному? Получается так, что ровно в 90-х годах вдруг резко сократилась рождаемость и увеличилась смертность. И образовался так называемый крест России, когда вот смертность пошла вниз, рождаемость пошла вниз, а смертность пошла вверх, и они пересеклись. И смертность превзошла рождаемость. То есть можно сказать, что Россия большое, миллионы людей потеряла в связи с тем, что в результате новой политики, новой в кавычках или перестройки и формирования получилось так, что смертность превзошла рождаемость. И вот из этого состояния так мы и не вышли до сих пор. То есть сейчас прирост населения близок к нулю. И вот в последний год, прошлый год, опять смертность превысила рождаемость ненамного, потому что они сблизились. То есть рождаемость и смертность сейчас один к одному. и поэтому наши руководители при всем желании не могут выйти и сказать, что у нас идет прирост населения России. У нас прирост населения России идет механически за счет того, что приезжают люди из бывших союзных республик, получают гражданство, и это механический прирост. А за счет рождаемости и превышения рождаемости и надсмертности этого прироста нет. И это не случайно. Мы видим, что дорожают все те предметы, которые нужны для того, чтобы одеть и обеспечить своих детей. И в то же время зарплаты родителей уменьшаются. Поэтому совершенно понятно, что при такой политике, которая сложилась сейчас, это не обеспечить. То же самое Центробанк. Вот он говорит, мы должны обеспечить норму, инфляционную норму. 4%. Что такое инфляционная норма 4%? Это значит, что обеспечен нам, гарантирован 4% повышение цен в течение года. Это что значит? Что у вас должны забирать, то есть цены будут повышать, и за счет этого у вас забирают то, что выплатили а именно значит, сколько с вас заберут за год, поскольку получается такой треугольник, если график рисовать, у вас падает реальное содержание дохода, то и в конце эти 4% то вот получается от 0 до 4 треугольник. Вот поэтому это половина прямоугольника вот так с высшиной в 4%, поэтому 2% гарантированно заработные платы реальные у нас заберут и доходов у всех. Причем это закладывается, хотя, если мы поставим вопрос с научной точки зрения, а с ростом производительности труда, одновременно нам рассказывают всякие сказки, что идет роботизация, идет научно-технический прогресс, или даже гигантский разворот научно-технической революции, а где же производительность труда? О ней разговор о производительности труда, как правило, вообще не идет. Наверное, вы можете заметить, что предпочитают на эту тему молчать, потому что показателем технического прогресса является и по существу решающим и единственным показателем является рост, повышение производительности труда. Идет у нас это повышение очень слабо и далеко не везде. При этом, при этом, если, значит, не повышается, если производительность труда и идет, то она приводит к уменьшению затрат, правильно? В чем смысл-то производительность труда? Что меньше времени тратится на изготовление продукта, меньше труда. А на что становится меньше, так сказать, вот меньше теперь тратится времени? Да на все. То есть, на самом деле, если вы возьмете всю человеческую, так сказать, историю, вся человеческая история, есть история совершенствования средств производства, то есть, история роста производительной силы труда, роста производительности труда и уменьшения затрат. То есть, имеет место уменьшение затрат, и в то же время у нас есть монофольная экономика. Следовательно, монополисты в этой экономике, представители правящего класса, получают дополнительную прибыль И за счет экономии труда, то есть роста производительности труда, не все население получает от этого, от научно-технического прогресса, в который все вкладывают свои усилия, получают от этого доходы, а только правящий глаз. Плюс к этому, поскольку еще и монополии добавляют в цену, повышают, кроме этой экономии, которую они получают, они получают и монопольную прибыль. То есть прибыль, которая берется как бы из воздуха. Кажется, что из воздуха, на самом деле она берется правящим глазом и доходом трудящихся. Вот что мы наблюдаем. Ну, естественно, для того, чтобы вот в этом разбираться и это понимать, конечно, требуется изучение соответствующих научных произведений. И вот поскольку вы являетесь музеологами, то вы должны понимать, что таких вот крупных трудов, которые составляют эпоху в исследованиях социальных, их очень мало. Скажем, произведение Маркса «Капитал» представляет собой вот такой, можно сказать, музейный экспонат, который в то же время является суперактуальным на сегодняшний день. И у нас имеется не только старое издание «Капитала», но и современный правящий класс обеспечивает постоянное издание «Капитала», причем очень дорогое, такой полторы тысячи том, очень красивых, в красивых обложках, с необходимыми статьями и рассуждениями о том, какая-то хорошая книга и так далее. То есть мы должны понимать, что есть литература, в том числе научная, для которой позволяет разбираться в таких вопросах. Но в политических вопросах можно разобраться, если вы изучаете экономические интересы. А экономические интересы, вы понимаете, если вы раскрываете и разбираете пружины современного нам, в разного общества. Вот это все, если делать, то тогда можно себя свободно чувствовать и в сфере политики. Ну вот, совокупность всех действий политических партий и самих представителей класса, правящего она обеспечивает политическое господство. А что значит политическое господство? Политическое господство на политическом языке означает, что всякое государство – это диктатура господствующего класса. А что означает диктатура? Кто-нибудь может сказать? А или один, я знаю, что такое диктатура. Что такое диктатура? Ну слышали такое слово? Конечно слышали. Что такое диктатура? Власть. 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 Какая власть? Ничем не ограничена. Вот, ничем не ограничена. У Ленина есть точная формулировка понятия диктатура. Диктатура – это власть, не ограниченная никакими законами. То есть вы правильно сказали. Власть не ограничена никакими законами. А что значит «никакими законами»? Почему она не ограничена? Ну если господствующий класс, у него большинство мест в парламенте, он формирует всю идеологию, ведет самую мощную пропаганду и так далее. То есть у него есть все рычаги для того, чтобы были приняты именно такие законы, которые ему нужны. Поэтому правящий класс никакими законами не ограничен. А кто ограничен законами? А вот все те, кто сталкиваются с этими законами, которые установил правящий класс. Поэтому всякое государство, как бы оно ни называлось, а называется иногда совершенно нелепо, говорят «вот у нас социальное государство». Что это значит такое «социальное государство»? А что бывает, животное государство? Или бывает, растительное государство? Понятие государства – это понятие социальное, то есть общественное. Другое дело, что, когда говорится, что оно социальное, скрывает то обстоятельство, что государство имеет классовый характер и деятельность его имеет классовое содержание. А в чем его классовое содержание? В том, что это диктатура правящего класса, диктатура господствующего класса. Вот иногда говорят, что это значит не государство, это диктатура. Всякое государство – диктатура. Государство рабочего класса – диктатура рабочего класса. Государство феодалов – это диктатура феодального класса. Диктатура рабовладельцев выступает в форме государства рабовладельческого. И исчезнуть может диктатура это, или государство, или государство как диктатура класса, или диктатура класса как соответствующее государство. Одно есть форма государства, а сущность его диктатура соответствующего класса. И это вот надо понимать, такие вещи. Ну давайте делаем перерыв. И займемся после перерыва уже следующей темой идеологии. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...